здравствуйте друзья в эфире геоэнергетика инфа максим радайкин и сегодняшний мой собеседник александр фролов здравствуйте 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 александр в венгрии раскрыли кто стоит за остановкой транзита нефти через украину далее цитата события и мои переговоры последних дней подтвердили мое ощущение что речь идет о процессе координированном из брюсселя заявил министр иностранных дел венгрии пётр сиярта далее венгрия и словакия рассматривают возможность прекращения поставок электроэнергии на украину если киев продолжит блокировать поставки российской нефти примерно 40 процентов импорта электроэнергии украины проходит через украинско-вергенскую границу что означает что венгрия не совсем беседы перед украинской блокады поставок нефти фактически венгрия может быть вынуждена отключить электроэнергии всему своему соседу если ситуация станет критической александр прокомментируйте пожалуйста ситуация двояка если мы посмотрим на данные которые приводит приводит руководство венгрии в том числе со ссылкой на брюссель ну то есть на руководство европейского союза то мы увидим интересное утверждение которое заключается в следующем что все поставки до что брюссель не будет способствовать тому чтобы киев как-то там попытался отменить ранее принятое решение вот по поводу лукой нефти лукойла а кроме того якобы все поставки уже замещены поставками других компаний по утверждению европейских властей давайте еще раз все поставки замещены поставками других компаний те кто не столь пристально следил за ситуацией наверное сейчас в некоторой растерянности там поставки перекрыли какие что венгрия получает нефть венгрии и словакия а точнее компания мол у которой есть контракты с российскими поставщиками у которой есть нефтеперерабатывающей мощности в венгрии и словакии получает нефть от нескольких российских поставщиков в том числе от компании лукойл компания лукойл начиная вот с июля не имеет возможности поставлять нефть венгрию и в словакию то есть в адрес компании мол потому что против этой компании против компании лукойл киевом ну украиной были приняты некие санкции которые теперь не позволяют компании укртранснафта принимать заявки от компании транснефть российской компании Транснефть на транспортировку объемов Лукойла. Тут можно сказать, ну а как они там отличают молекулы? Они молекулы никак не отличают. Есть вот заявка от компании. Вот это объемы этой компании в адрес такой-то компании. Вот их нельзя. Чьи конкретно молекулы они там не поставили, неважно, речь идет о конкретных объемах. То есть Киев вводит санкции против Лукойла. Часть нефти Лукойла идет через территорию Украины в Венгрию и в Словакию. И вот эту нефть теперь нельзя транспортировать. Укртранснафта это украинский аналог транснефти российской. То есть это по сути оператор украинского участка южной ветки нефтепровода Дружба. Как иронично звучит название этого нефтепровода в наших условиях. Согласитесь. При том, что в 19-м году, по сути во второй половине 19-го года, соглашение по нефти было принято тихо, спокойно, без пыли, без шума. И в отличие от соглашения по транзиту газа, ну приняли и приняли. Никому не интересно, ну как бы новости прошли. Никакой драмы, никаких заламываний рук, беганий с выпученными глазами. Нет. Транснефть, Укртранснафта, продлили действующий контракт. Все. Мы поставляем нефть, вы ее транзитируете через свою территорию. Вот туда-то, туда-то и туда-то. Очень хотелось тогда порадоваться за такой деловой подход. Но теперь, как мы видим, радоваться, в общем, особо и не стоило. Да, кроме Лукойла действительно поставляют другие российские компании нефть в адрес компании Мол. Поставки эти идут в рамках исключений, благодаря, точнее, исключениям, которые Венгрия, Чехия и Словакия получили из шестого пакета санкций. Ну и потом из тех уточнений, которые последовали в девятом пакете санкций Европейского Союза против Российской Федерации. Шестой пакет санкций вводил запрет, точнее эмбарго на российскую нефть, начиная с 5 декабря 2022 года. Но этот запрет касался только морских поставок. Но к нему, в общем, быстро, медленно, быстро или медленно, не суть важно, присоединились еще Польша и Германия. Притом присоединились они, как они кричали, по своей воле. Потом оказалось не по своей воле. А после того, как поставки туда прекратились, эти поставки были напрямую запрещены очередным пакетом санкций Европейского Союза. Понимаю, история звучит сложно и запутанно. Но будем считать, что это особо европейская Санта-Барбара. И отбросим этот сюжет в сторону. Он нам не очень теперь нужен, после того, как мы его проговорили. Важно, что до сих пор и Венгрия, и Чехия, и Словакия, как страны, имеют возможность получать нефть из России по южной ветке нефтепровода «Дружба». Это право они получили, потому что у них нет технической возможности получать нефть откуда-то еще. в тех же объемах. То есть теоретически Венгрия может получать нефть через порт Хорватии, через портовые мощности Хорватии, имеющиеся трубопроводные мощности. Но этого недостаточно. Во-первых. Во-вторых, у Венгрии с Сербией в 2023 году было подписано соглашение, точнее между Венгрией и Сербией было подписано соглашение о прокладке из Венгрии в Сербию нефтепровода, по которому Сербия должна была получать из Венгрии, и до сих пор предполагается, что будет получать, некие объемы нефти. Ну, по моему скромному мнению, где-то до 2 миллионов тонн они должны бы получать через Венгрию. А для того, чтобы их получать, как бы об этом прямо нигде не говорится, но там по географии, которая прописывалась в этом соглашении между странами, было понятно, что поставляться будет нефть, которая идет по дружбе. И да, мне очень нравится этот неловкий, но все же забавный Коломбо. Нефть по дружбе. Так вот, по сути, данное соглашение позволяло бы загрузить южную ветку нефтепровода «Дружба» до где-то 15 миллионов тонн в год. Это был бы неплохой объем, во-первых. Во-вторых, это бы повысило энергобезопасность Сербии, у которой, скажем так, противоречивые отношения с той же Хорватией. Опять же, в силу и исторических накопленных причин, и действующих санкционных ограничений, не всегда ясных по своей динамике, назовем это так. И, кроме того, это позволило бы зарабатывать деньги Венгрии. То есть, Венгрия вообще и компания Мол, в частности, заинтересованы в том, чтобы нефть по дружбе продолжала идти. Притом, из Брюсселя Венгрию, Чехию и Словакию пинают на тему того, что, а что-то вы медленно отказываетесь от российской нефти, а надо быстрее. Ведь одним из условий вот этого исключения, которое получили эти три страны, являлся постепенный отказ от российской нефти. Да, без конкретных сроков. Но сроки не прописывались по простой причине. А кто его знает? Когда это получится сделать? Но вы должны стараться. Так вы будете стараться, нас не интересует, давайте стремитесь. И тут получается интересная вещь. Даже если данные Еврокомиссии, что поставки нефти Лукойла уже замещены поставками нефти других российских компаний, что, мягко скажем, как бы так выразится. В общем, это не то чтобы невозможная история. И вот, боже мой, никто такого не предполагал. По-моему, даже мы на этом канале говорили о том, что введены санкции против Лукойла, и там есть ряд вариантов, как могут договориться. Могут договориться с Киевом, ну, теоретически, мол, ребят, ну, что вы творите? Давайте пропускайте Лукойловскую нефть. Либо, ну, эти объемы будут замещены другими поставщиками, и это замещение будет так или иначе юридически оформлено. Как это вообще неинтересно? Это интересно компании, мол, и компания продавцам. Для нас важно, что эти страны продолжат получать, эти вот страны центральной Европы продолжат получать российскую нефть. То есть, кроме того, что мы там поставляем эту самую нефть, у Венгрии, да, прошу прощения, даже если вот данные о том, что все поставки уже замещены, то информационное давление, которое продолжает оказывать и Венгрия, и отчасти Словакия, демонстрируют, с одной стороны, сокращающийся интерес этих стран в внутриевропейском взаимодействии, притом это не надо понимать так, что, боже мой, сейчас они выйдут из Евросоюза. Нет, там задача, скорее всего, ставится не выйти из Евросоюза, а как бы, ну, укрепить свою роль в этом самом Евросоюзе. А кроме того, это не главная даже задача. Главная задача – это повысить прибыль своей страны, ну, своей компании, вот, мол, и своей страны вместе с ней, своего государства вместе с ней, за счет увеличения прокачки нефти через свою территорию, в том числе в Сербию. А это превращает Венгрию в более значимого регионального игрока. То есть, если через вас идет нефть, которая повышает энергобезопасность вот какой-то страны, то ваши взаимосвязи с этой страной укрепляются автоматически, денежный поток в вашу сторону увеличивается, ну, и вы, в общем и целом, получаете и деньги, и влияние, и укрепляете свои позиции в Европейском Союзе. То есть, надо понимать следующее, что даже если нефть уже идет в тех же объемах, политический капитал руководства и Венгрии, и Словакии будет зарабатывать по максимуму, критикуя Брюссель, мол, посмотрите, какие козлы там сидят. Здесь неважно, присоединяемся мы к этому мнению, не присоединяемся мы к этому мнению, справедлива эта оценка, несправедлива, неважно. Сейчас, по сути, венгерская сторона в лице своего главы МИДа и одновременно, ну, это Министерство иностранных дел и внешнеторговых связей. Вот. В лице своего, в общем, главы МИДа сообщает, в Брюсселе сидят козлы, они инспирировали прекращение поставок нефти, они поставили под угрозу нашу экономику, нашу энергетическую безопасность, отвратительные вы. А это для чего? Это кому? Это нам сообщают? Это в Брюссель сообщают? Нет. Это сообщается, в первую очередь, внутреннему потребителю. Это сообщается внутреннему потребителю, ну, и, возможно, соседним странам, как бы намекая им, ребят, ребят, если нам палки в колеса ставят, то что им помешает ставить вам палки в колеса? Может, мы как-то внутри Евросоюза как-нибудь объединимся, группу по интересам сделаем, литературный клуб, так сказать, будем собираться, читать интересные книжки, обсуждать их в какой-то вот такой вот привлекательной форме. Вот. Можем пару кричалок придумать обидных в адрес Брюсселя. И какие-то, может быть, экономические связи укрепим, союзы создадим. Нет-нет, из Евросоюза мы не выходим, конечно-конечно. Все-таки и денежки тут крутятся интересные нам, и некие возможности по поставке своей продукции мы сохраняем, хотя не всей. Например, экспорт нефтепродуктов, который производится из российской нефти, крайне ограничен. Ограничен девятым пакетом санкций, который диктует и Венгрии, и Словакии, что они могут поставлять свои нефтепродукты только в одну страну. На У начинается, на Краина заканчивается. Это не их желание. Вот мы хотим туда поставлять. Нет. Хотят они, не хотят, неважно. Если у вас есть избыток нефтепродуктов, вы либо, как царь Кощей, будете над златом, в общем, чахнуть. Вот, то есть, их залили в какую-то емкость и сидите, любуйтесь. Господи, как много у меня дизельного топлива. Но потребить вы их не сможете, продать никому вы не сможете, кроме... Вот, пожалуйста. Из Брюсселя вам говорят, куда продавать. А это ограничивает возможности ваши по заработку на этих нефтепродуктах. А вы получили прекрасное конкурентное преимущество, которое вам тут же обрубили. Интересно ли вам продолжать дружить вот с этими людьми и не укреплять свое влияние на этом фоне? Нет. Вам интересно, чтобы вы и нефть получали из России, и могли нефтепродукты продавать в соседние страны? Будет очень интересно посмотреть в октябре-ноябре на поведение и Венгрии, и Словакии. Ведь месть – это блюдо, которое подают... Напишите в комментариях, в каком виде подают это блюдо. Ну, а на сегодня будем завершать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на все то, на что предложит вам подписываться Максим сейчас. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, глядя на все, что творится с Ютубом, с его замедлением, возможным запрещением, от греха подальше, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Геоэнергетика.Инфо». Все ссылки будут в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.